Голгофский крест Ради каждого из нас Мы благодарим тебя Наши сердца сегодня открыты Чтобы от всего сердца благодарить тебя Нашего чудесного Бога Нашего Спасителя Иисус Будь здесь на этом месте Будь на каждом месте Где взывают к тебе народ Мы славим твое святое имя Мы превосносим тебя Наш царь Наполняй нас своим присутствием В твоем присутствии есть все Для каждого из нас Благодарим тебя, Иисус Бог, ты здесь Ты среди нас, Господь Склоняюсь я Перед тобой Бог, ты здесь Ты ходишь среди нас Тебе хвала Тебе хвала Бог, ты здесь Ты среди нас, Господь Склоняюсь я Тебе хвала Тебе хвала Бог, ты здесь Ты ходишь среди нас Тебе хвала Тебе хвала Бог сильный, Бог чудотворный Верный в слове Царь всевогущий Наш Бог Это ты наш Бог Бог сильный, Бог чудотворный Верный в слове Царь всевогущий Наш Бог Это ты наш Бог Это ты Бог сильный, Бог чудотворный Верный в слове Царь всевогущий Наш Бог Это ты наш Бог Бог сильный, Бог чудотворный Верный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, это Ты наш Бог. Бог, Ты здесь, касаешься сердец, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, исцеляешь нас, Тебе хвала, Иисус, Тебе хвала, Бог, Ты здесь, Бог, Ты здесь, Ты меняешь нас, Тебе хвала, Тебе хвала. Бог, Ты здесь, чтоб судьбы изменить, Тебе хвала, Я, Тебе хвала, Бог, Сынный, Бог, Судотворный, Верный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, это Ты наш Бог. Бог, Ты здесь, Бог, Сынный, Бог, Сынный, Бог, Судотворный, Верный слой, Царь всемогущий, Наш Бог, это Ты наш Бог. Бог, Сынный, 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 Бог, Сы и всё как Бог сильный, Бог чудо-годный, Верный в слове, Царь, все могусти, наш дом, Это ты, наш Бог. Бог сильный, Бог чудо-годный, Верный в слове, Царь, все могусти, наш дом, Это ты, наш Бог. Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бог Богу! Ты владыка! Субтитры создавал DimaTorzok Все слава Тебе! Мы поклоняемся Тебе! Мы поклоняемся Тебе! Благословляем Тебя Иисус! Будь превознесен! Будь прославлен! Будь возвеличен! Ты Господь наш! Ты спасение наше! Ты упование наше! Ты твердыня наша! Мы любим Тебя! Мы поклоняемся Тебе! Мы превозносим имя Твое! Все слава Тебе Ишуа! Все слава Тебе Господь! Аллилуйя! Все слава Тебе! Мы благословляем Твое имя Иисус! Бог чудотворный, верный в слове Царь всемогущий наш Бог Это Ты наш Бог Бог сильный! Бог сильный! Бог чудотворный, верный в слове Царь всемогущий наш Бог Это Ты наш Бог Бог сильный! Бог чудотворный, верный в слове Царь всемогущий наш Бог Это Ты наш Бог Бог сильный! Бог чудотворный, верный в слове Царь всемогущий наш Бог Бог сильный, Бог чудотворный, Верный в слове, Царь всемогущий, Наш Бог, Это Ты, Наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, Верный в слове, Царь всемогущий, Наш Бог, Это Ты, Наш Бог. Дорогие братья и сестры, давайте верить в Иисуса, Который вознес на крест наши греки своим телом, и ранами Его мы исцелились. Давайте взирать на Его жертву, которая стала для нас искуплением, которая стала для нас прощением, которая стала для нас исцелением и благословением. Святой Дух, мы нуждаемся в Тебе, мы верим в Твое присутствие на этом месте. Ты тот, который воскресил Христа из мертвых. И я прошу Тебя, прямо сейчас, пусть Твоя исцеляющая сила, исцеляющая помазание придет в каждый дом, в каждую квартиру. Дух Святой, действуй сегодня через телевизор, через планшеты, через телефоны, Ибо Ты дышишь, где хочешь, и для Слова Божьего нет преград. Если в Твоем теле есть какая-то болезнь, если в Твоей душе есть какая-то демоническая сила, Подними свою правую руку, ладонью кверху, и скажи, я верю Слову, Слову Божьему, Которое говорит, возложите руки на больных, и больные будут здоровы. Я верю этому Слову, я принимаю это Слово как истину. И по Слову Божьему я возлагаю свою руку на то место, где есть болезнь. Я молюсь прямо сейчас против всякой немощи, всякой опухоли, всякой болезни. Я молюсь против вирусов, я молюсь сейчас против всякого увечья. И я молюсь, чтобы Иисус Твоё Слово исполнилось. И ранами Твоими мы исцелились именем Иисуса. Всякий нечистый дух, всякий дьявол, всякий дух немощи. Вон! Вон из жизни! Вон из дела! Вон! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Сейчас есть женщина, у которой опухоль в правой груди. Будь исцелена во имя Иисуса! Я молюсь сейчас против цирроза печени. И я говорю, исцелись! Есть человек, у которого хронический гайморит. Будь исцелен! Есть кто-то, у кого сильные боли в позвоночнике. Прямо сейчас прими своё исцеление. Ранами Иисуса ты исцелен. Его били по спине, чтобы ты был исцелен. На его голове был терновый венец, чтобы ты был исцелен. Его руки были пробиты, чтобы ты был исцелен. Дух Святой, мы принимаем это исцеление, принимаем это исцеление, принимаем это исцеление. Коснись и исцели каждого. Всё, что невозможно человеку, возможно Господу. Будь исцелен! Артериальное давление восстанавливается. Есть женщина, у которой уходят шумы в сердце. И твой ритм становится нормальным. Я принимаю это во имя Иисуса, Дух Святой. Прикоснись и исцели каждого человека. Иисус, ты искупил от всякого проклятия, чтобы сила благословения действовала в нашей жизни. И мы были спасены, благословлены и исцелены. Амин! Слава Иисусу Христу! Хочу сказать важные слова сегодня. Братья и сестры, сегодня великий праздник. Этот день не зря называют великим. Потому что Христос воскрес. И сегодня Он живой. Я знаю, что прямо сейчас ты не смог удержаться. И ты сказал, воистину воскрес. Я еще раз говорю, братья и сестры, Христос воскрес. И я знаю, что сегодня Он жив. Я знаю, что Он восседает Одесную Отца. И хочу поблагодарить от всего сердца всех пасторов, которые принимали участие в этом потрясающем сорокачасовом марафоне. Это последний сороковой час. И я благодарен Богу, что все вы искали Духа Святого. Молились и получали слово. О пути нашего Господа Иисуса Христа. И мы прошли вместе с Ним от вечери до явления Христа своим ученикам. Сегодня воскресенье. Сегодня день Его воскресенья. Когда Его тело не нашли в могиле. Могила была. Смерть была. Похороны были. Он был помазан миром. И обвит в плащаницу. Его положили в гробе. И был привален большой камень. Но когда гроб был открыт, его там не было. Знаете, иногда приятно смотреть куда-то, где что-то есть. Но иногда очень хочется посмотреть туда, где ничего нет. Где не обнаружили тело Иисуса Христа. И сегодня я бы хотел проповедовать и говорить о очень важных вещах. Давайте мы откроем римлянам. Восьмую главу, одиннадцатый стих. И прочитаем это. «Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Братья и сестры, Дух Божий живет в нас. Дух Божий находится внутри нас. Наши тела это храм Святого Духа. И мы позволили Духу Святому войти в нас. Более того, мы пригласили Святого Духа наполнить нас. И Дух Святой это тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых. Знаете, братья и сестры, в своей проповеди я бы очень хотел обратить ваше внимание на то, что Христос был на земле в смертном теле. Это было подобие нашего тела. Может быть, оно чуть-чуть отличалось чем-то, но для того, чтобы спасти человечество, Иисусу было недостаточно иметь власть на небе. Иисусу было недостаточно даже иметь власть в преисподней. Иисусу нужна была власть в материальном мире. И Библия говорит, жертвы и приношения Бог не восхотел, но тело приготовил мне. Иисус пришел на эту землю в обычном человеческом теле. Он родился как обычный простой человек. Его мама кормила грудью, его носили на руках, он делал первые шаги, он учился разговаривать, он учился мыслить, он учился читать и писать, он пришел на землю в теле. Для того, чтобы иметь власть над людьми, для того, чтобы иметь власть над материальным физическим миром, он должен был прийти в этот материальный физический мир. Знаете, Иоанн, для того, чтобы проверить людей, насколько они настоящие верующие люди или ненастоящие, он говорит, все просто, всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух антихриста, а всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это дух Божий. Мы верим в Иисуса, который ходил на этой земле как человек. Он был в человеческом теле. Он жил в человеческом теле. Возможно, его тело чуть-чуть отличалось от твоего. У него было сердце более здоровым, печень более здоровым, может быть, его кожа была светлее, у него не было седых волос, может, у него глаза были ярче и ногти более блестящими, но у него было такое же тело, как и у тебя. И знаете, очень важно говорить о теле. Почему? Потому что все люди, живущие на земле в теле, они живут до определенного возраста. Дольше всех прожил Мафусал 960 лет, и он умер, и его тело пошло в землю. Авраам жил 170 лет, и он умер, и его тело пошло в землю. Если ты умрешь, твое тело тоже пойдет в землю. Иисус, он также умер, и его тело положили в гроб. Знаете, когда я читаю Библию, я встречаю всего несколько людей, чьи тела не вошли в землю. Это был Енох, седьмой от Адама. И Библия говорит, что ходил Енох перед Богом, и однажды его не стало. Он был вознесен силой Божьей на небеса. Его физическое тело не вошло в землю. Был еще один человек. Это пророк Илья. Его жизнь была полна побед и трагедий. Его жизнь сменялась потрясающими победами и депрессией, которая загнала его на 40 дней на гору. Он был Божий человек. Он был помазанный человек. Он был сильный человек. Но с другой стороны он был человек. И ничто человеческое, как говорят в народе, не было ему чуждо. Он не вошел в гроб. Однажды с неба появилась колесница, и она забрала Илью на небеса. Два человека в Библии они не вошли в землю. Не вошли. они в своих телах были подняты на небеса. По поводу Моисея есть также размышления о том, что он не вошел в землю. Но Библия говорит, что архангел Гавриил и дьявол спорили о его теле. Слушайте, почему так важно понимать, что тело играет огромную роль в нашей жизни. Я хочу вам сказать, братья и сестры, что мы не можем служить Богу на этой земле, если у нас нет тела. И мы не могли бы освободиться от греха и от болезни, если бы Иисус не вознес своим телом наши грехи и наши болезни и наши проклятия на Голговский крест. Без тела нет служения, без тела нет искупления, без тела нет исцеления, без тела нет благословения. Вот почему мы знаем, что всякий, кто исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, это человек от Бога. Амин. Мы исповедуем Иисуса, который пришел во плоти. Итак, когда Иисус ходил 33,5 года, его арестовали, избивали его тело. На крест повесили его тело. Гвозди забили в его тело. Терновый венец одели на его тело. И когда он висел на кресте, Библия говорит, что он сказал, отче, предаю тебе мой дух. Когда дух расстается с телом, наступает смерть. И дух Иисуса пошел к Отцу. Душа Иисуса Христа, она спустилась в преисподнюю. И как там написано пророчески слова Давида, ты не оставишь души моей в Аде. Он пошел в Ад. И он духом мертвых проповедовал своей душой. Где же было в это время его тело? Знаете, меня удивляет одна вещь. Когда умирает уважаемый человек, человек, которого любили, человек, который помог многим людям исцелиться, освободиться, который кормил тысячи голодных людей, который исцелял тех, для кого уже не было надежды, да что там исцелял. Однажды была огромная процессия. Хоронили сына наинской вдовы, и там на похоронах были тысячи людей, которые собрались просто для того, чтобы похоронить этого мальчика. Написано, что Иисус встретил эту процессию, и когда он подошел к гробу, прикоснулся к нему, несшие остановились, и он воскресил сына наинской вдовы, братья и сестры, Иисус воскрешает, Иисус воскрешает, Иисус и воскресение, и жизнь, это одно. Там, где Иисус, там воскресение, там, где Иисус, там жизнь. Библия говорит, если Христос не воскрес, то наша вера тщетна, мы с вами во грехах. Мы верим, что Христос воскрес. Мы верим, что Он живой, и мы верим, что Он воскрес в теле, в теле, не в духе, а в теле. И вот, когда Иисус висел на кресте, и Он испустил дух, пришли воины, пронзили Его ребра, и увидели, истекла кровь и вода. Иисус умер, дух пошел к Отцу, душа спустилась в преисподнюю, и появляется Иосиф из Римафеи. Что мы знаем об Иосифе? Это был уважаемый, богатый человек. Слушайте, там не было учеников, не было Петра, не было Якова, не было Иоанна, там появился Иосиф, который уважал Иисуса, он не был его прямым последователем, он не был тем, кто ходил с ним, но он уважал Иисуса, и он понимал, что такой человек, как Иисус Христос, даже если он не Бог, то он достоин почтения и уважения, только из-за того, что тысячи были исцелены, только из-за того, что люди голодные были накормлены, только из-за того, что он проповедовал истину, и он пришел к Пилату, и он сказал, Пилат, отдай мне тело Иисуса, и Пилат, он удивился, что Иисус уже умер, обычно те, кто висели на кресте, они мучились намного дольше, но Пилат себе не представлял, какие мучения претерпел наш Господь Иисус Христос, Пилат не представлял, что в нем были все болезни мира, все грехи мира, и все проклятия мира, и он отдал Иосифу тело Иисуса Христа, Иосиф был богатый человек, и у него был свой личный склеп, или, как говорится, гроб, который был выбит в скале, и он взял тело Иисуса Христа, и знаете, кто еще пришел? Пришел еще один уважаемый, интеллигентный человек, я удивляюсь, где во время похорон были ученики, где во время похорон были все эти исцеленные люди, где была эта женщина, страдавшая кровотечением, где была эта наинская вдова во время похорон Иисуса, где они все были, их никого не было, два человека, Никодим и Иосиф, написано, они принесли около ста литров масла, масла, это было масло, которым помазывали людей после смерти, так как его ложили в склеп, в гроб, то труп мог разлагаться уже через два, три, четыре дня, и они вылили сто литров масла на его тело, они буквально пропитали маслом тело Иисуса Христа, они обмотали его пеленами, и они похоронили его в этом склепе, единственный, кто наблюдал за этими похоронами, и то издалека, это была Мария Магдалина и другая Мария, и так тело было похоронено. Когда речь шла о теле, очень сильно испугались первосвященники, они сказали, этот человек говорил, что он воскреснет, поэтому нужно поставить стражу, и они обратились к римскому прокуратору Пилату и сказали, послушай, дай нам стражу, Пилат сказал, слушайте, сами его охраняйте, и у первосвященников были свои военные, они поставили этих людей охранять могилу Иисуса Христа. В то же самое время Мария и другая Мария, Мария Магдалина, они готовили ароматы, чтобы прийти и снова помазать тело Иисуса. Братья и сестры, вокруг тела Иисуса происходило постоянно какая-то движ, какое-то движение, что-то происходило, постоянно говорили о теле Иисуса Христа. Почему это так важно? Почему это так нужно? Я хочу вам показать одну очень важную вещь, что если мы с вами живем в теле и наше тело умрет, то мы воскреснем в своих телах, но уже в обновленных, о чем я буду говорить немножко позже, а сейчас об Иисусе. Итак, Дух Иисуса был у Отца, Его душа была в преисподней с проповедью, а Его тело оно лежало в гробу, и люди видели Иисуса в гробу. Слушайте, как я уже сказал, было только два человека, чьи тела были забраны на небеса, Енох и Илья, и эти два человека не вошли в гроб, но тело Иисуса было в гробу, он был мертвым, он не был живым. Итак, что же произошло потом? Слушайте, потом Дух Иисуса, Его душа и Его тело заново воссоединились, и уже когда Иисус являлся своим ученикам, Он являлся в своем теле, Он являлся в том теле, в котором Он ходил по земле, Он являлся в том теле, в котором Он был распят, Он являлся в том теле, в котором были дырки, И когда он проходил к ученикам, Фома, он сказал, слушайте, я не поверю, если не вложу свои пальцы в его раны, если я не вложу свои пальцы в его ребра, братья и сестры, Иисус, он сказал своим ученикам, я не дух, я не дух. Потому что дух не имеет плоти и костей, он имел и плоть, и кости, и он разрешил притронуться к своему воскресшему телу, Фому, который вложил пальцы свои в его раны и в его пробитые ребра. Дорогие братья и сестры, Иисус пришел на землю в теле, в том теле, в котором он ходил, но с ним что-то произошло. Потому что теперь он в этом теле мог свободно подниматься на небо и опускаться на землю. Он мог менять свой образ и он мог проходить сквозь стены. Это было новое тело, обновленное тело, обновленное тело, которое Бог определил для Иисуса Христа, а также Он определит его для каждого верующего. Слушай, Бог оживит наши смертные тела. Амин. Я бы хотел прочитать несколько мест из первого послания Коринфянам 15 главы, что Библия говорит о воскресении Иисуса и воскресении верующих людей. Итак, 1 Коринфянам 15, 35. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? В каком теле придут? Послушайте, братья и сестры, я хочу, чтобы вы понимали, что жизнь на небе, жизнь в духовном мире, она не изменит нас до неузнаваемости. Мы в принципе останемся теми же, кем мы были. Когда умер богач, который пиршествовал блистательно, который наслаждался лучшей едой, одевался в лучшую одежду, и он попал в духовный мир, который называется Шоол. Шоол – это духовный мир. Шоол. Когда умер Лазарь, который лежал возле порога богача, и псы лизали его с трупья, он не мог покушать ничего, потому что у него ничего не было. Но послушайте, когда и богач, и Лазарь, они оказались в духовном мире, богач узнал Лазаря, а Лазарь узнал богача. У них осталось это осознание личности. У них осталась память. У них осталось понимание, кем они являются. Богач мучился в аде, а Лазарь, он возлежал на лоне Авраамова. Почему Авраамова? Потому что Авраам – отец всем верующим. И до прихода Иисуса Христа Авраам принимал в духовном мире всех, кто жили верой, ходили верой, всех, кто служили Богу, он их принимал. И они пребывали в умиротворении, в радости на лоне Авраамовом. Но были люди, как богач, которые не оказывали милосердия, которые ненавидели людей, которые не верили в Бога. Он мучился в аде. Слушайте, когда человек попадает на тот свет, где он оказывается, до Иисуса Христа люди делились на две части. И одна часть – это была лона Авраамова, там, где пребывали все верующие. А вторая часть – это был ад, место для мучения и страдания грешников. Братья и сестры, когда Иисус воскрес из мертвых, что-то изменилось. Уже не Авраам принимает души умерших верующих. Стефан, которого побивали камнями, он посмотрел на небо и увидел Иисуса, сидящего одесную отца. И он сказал, прими, дух мой. Верующие люди уходят к Иисусу. Они находятся с Иисусом. Они пребывают с Иисусом. Но послушайте, когда человек умирает сегодня, это не является полным искуплением. Потому что полное искупление наступает тогда, когда Бог Духом Святым оживит наши смертные тела. Аминь. И это произойдет, братья и сестры. Даже если мы умрем, мы воскреснем в новом теле. Извините, в обновленном теле. Ты будешь тот же. У тебя будет та же память, как у Иисуса. На его теле были дырки. Он был тот же. Но это тело было совершенно другого качества. Итак, давайте мы посмотрим, что говорит дальше Библия по поводу воскресения. Библия по поводу воскресения. И Бог даст нам тело. Аминь. Это будет тело обновленное. Тело от самого Господа. И дальше Павел говорит, рассуждая о семени и рассуждая о том, какое тело будет в этом семени. Послушайте, что важно, когда мы умираем, мы распадаемся на молекулы. Мы распадаемся и нашего тела нет. Но Бог своей силой воскресения соберет наши тела воедино. И даст им новое качество. Итак, какое же это новое качество? Какое же это новое качество? Библия говорит, что нетленное тело, тленное, будет нетленным. То есть, теперь, когда Бог воскресит наши смертные тела, они перестанут быть смертными. Они станут нетленными. Дальше. Библия говорит, что мы были в унижении. Наши тела, они остаются в унижении. Даже если ты возьмешь самую красивую звезду, даже ты возьмешь самого красивого человека на земле, он тоже ходит в туалет, он тоже потеет и под мышками у него тоже воняет. Эти тела, они остаются в унижении. И мы будем жить на этой земле, оставаясь в унижении. Но когда Бог воскресит наши смертные тела, они уже не будут в унижении. Мы будем во славе. Амэн. Слава Богу. Сеется в немощи. Слушайте, мы живем в немощи, живем в слабости, но мы воскреснем в силе. Мы будем день и ночь славить Бога. Нам не нужны будут отдыхи, нам не нужны будут сны. Мы будем поклоняться и славить Бога. У нас будет столько силы, для нас не будет никаких преград. Библия говорит, что сеется тело душевное. Что такое тело душевное? Это когда твоя душа, твой разум, твоя воля управляют твоей жизнью, но восстанет тело духовное, когда твой дух будет намного сильней и твоей души, и твоего тела. Библия говорит, что сеется тело, сеется тело, которое смертное, и восстает тело, которое бессмертное. Слушайте, наше тело – это то, что мы сегодня должны отдать Господу, живя на этой земле. Как сказал апостол Павел, принесите тела ваши в жертву живую, угодную для разумного служения. Мы посеем свои тела. Как это выглядит? Если ты возьмешь семя, допустим, апельсина, то само семя и апельсин, они имеют одну природу, одну природу. Они имеют тот же самый состав, но когда ты смотришь на семечку апельсина, это всего лишь семочка, а когда ты смотришь на апельсин, это красивый и яркий плод. Вот такая же разница будет между нашими телами смертными и нашими телами бессмертными, между нашими телами, которые умерли, и нашими телами, которые живы. Слушайте, Иисус, Он воскрес в теле. И так как Он воскрес в теле, мы с вами воскреснем в телах. Но это будут другие тела. Это будут тела супервозможностей. Мы будем жить в других небесных телах. Слушайте, мы должны верить воскресшего Иисуса, воскресшего в теле и находящегося на небе сегодня, одесную Отца в теле. Его руки до сих пор пробиты гвоздями. Его ноги до сих пор пробиты гвоздями. Но это сверхъестественное, божественное тело, которое Бог дал. Знаете, что мне нравится? Когда я прихожу в Израиле, в гроб Иисуса Христа. Там два гроба. Один православный гроб. Там, где, говорят, сходит этот благодатный огонь. И когда я туда захожу, я вижу пустоту. Знаете, не вся пустота, она тебя раздражает. Не вся пустота, она тебя выводит из себя. Некоторая пустота, она просто вдохновляет. Когда я смотрю на этот пустой зал, конечно, мне не очень это нравится. Но я знаю, здесь всегда будут сидеть люди. И через год, и через два, и через десять, и через двадцать. Это та пустота, которая не вдохновляет. Не очень радостно проповедовать пустому залу и пустому месту, но я проповедую с верой. Глядя на эти пустые места, глазами веры, но есть пустота хорошая. Когда я вхожу в православный гроб в центре Иерусалима, я смотрю, там его нет. Когда я вхожу в протестантский гроб на другом краю Иерусалима, и туда я тоже захожу, и я тоже смотрю, его там нет. Там прямо на дверях написано, его здесь нет, он воскрес, не духом, не душой, он воскрес в своем теле. Слушайте меня, если ты поедешь в Медину, и ты попытаешься найти могилу пророка Мухаммеда, ты ее найдешь, и ты найдешь там его останки. Если ты поедешь в Китай, ты найдешь могилу Будды. Если ты поедешь в другой край Китая, ты найдешь могилу Далай-Ламы. Если ты пойдешь в Москву, ты найдешь могилу человека, который жив, жил, и, как говорили, будет жить, но он мертвый. Ленин лежит в своем гробу, и мы все его в гробу видели. Видели? Мы видели в гробу всех этих конфуциев, мы видели в гробу всех этих великих религиозных деятелей и учителей. Мы их видели в гробу. Тот, кто основал саентологию, Рон Хаббард, он не захотел входить в гроб, он приказал, чтобы его тело сожгли и развеяли над океаном, но это тоже человеческая смерть. Это смерть, которая говорит о мертвом теле. Мертвом теле. Мы можем найти гроб Гитлера. Нет, не можем. Почему? Потому что, когда он застрелился, его тело сожгли, и только НКВД забрало его пробитой пулей череп, и он хранится сегодня в архивах ФСБ. его тело сожгли и развеяли над гнилым озером, фактически его нет. Мы можем найти гроб Александра Македонского. Мы можем найти гробы самых великих людей. Но, заходя в гроб Иисуса, мы знаем, его здесь нет. Он воскрес. И это наша с вами надежда, братья и сестры. Потому что, если Христос воскрес, Он первенец, то тот же Дух, который воскресил Христа из мертвых, воскресит и наши смертные тела. Братья и сестры, Христос воскрес. Христос живой. И это наша надежда. Это надежда на то, что все мы воскреснем, и мы будем жить со Христом. Мы будем жить в обновленном теле. Мы не будем жить уже в слабом теле. Мы будем жить в сильном теле. Мы будем жить в славном теле. Мы будем жить в теле неумирающем, вечно живом. О, Господи, что Ты сделаешь с нашими телами? Мы не знаем, но мы останемся. Все те же, но измененные, измененные. Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, воскресит и наши мертвые тела. Братья и сестры, мы восстанем в нетлении. Мы восстанем в радости. Мы восстанем в славе. Для нас не будет преград. Мы можем передвигаться в пространстве. Мы будем жить в этой вселенной, наполненные славой Божьей. Послушай, когда Христос воскрес в теле, Он дал нам надежду, что мы воскреснем в своих телах, братья и сестры. И знаете, это происходит так, как будто бы на землю рождается ребенок. И когда рождается ребенок, первое, что выходит из чрева матери, это его голова. Если голова вышла, значит, и все тело тоже вышло. Наша голова. Это наш Господь, Иисус Христос. И Он воскрес. Значит, мы все воскреснем вместе с Ним для жизни вечной. Братья и сестры, мы исповедуем Христа, пришедшего во плоти. И мы имеем Духа Божьего. Духа Божьего. Как узнать, что мы воскреснем? Как, глядя на человека, знать, что Он будет воскресшим? Потому что многие христиане, им Иисус нужен здесь. Только здесь. Здесь процветание, здесь благословение, здесь деньги, здесь здоровье. Здесь семья, здесь дети. Некоторые мамы, они говорят, пастырь, мне не надо в церковь, я нормально, у меня все, у меня все хорошо. В церковь моему сыну надо. Он наркоман, он алкоголик, он страшный грешник. Слушайте, Библия говорит, если мы надеемся на Христа, только в этой жизни, мы несчастные люди. Нам нужно убрать верить это материалистическую веру, и верить в небеса, верить в Царство Божье, верить, что если Христос воскрес, и Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в нас, то Он воскресит и наши смертные тела. Так как однажды Дух Иисуса, который был у Отца, Его душа, которая оказалась преисподней, Его тело, которое было в гробу, сошлись, и снова ученики увидели личность того же Иисуса, того же Иисуса. Они сказали, когда Он приходил, не горело ли сердце наше, это был тот же Иисус с дырками от гвоздей, с пробитыми ребрами, но уже в другом обновленном теле. Братья и сестры, если Христос воскрес, и Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в нас, то Он воскресит и наши смертные тела. Как же узнать, что Ты воскреснешь? Как же увидеть по человеку, что в его жизни будет воскресенье? 1 Иоанна 3.3 написано, всякий, имеющий надежду на Него, очищает себя, как Он чистый. Наш кумир, Иисус Христос, мы смотрим на Него, мы равняемся на Него, мы любим Его, мы живем для Него, мы принесли тела свои в жертву живую, угодную для разумного служения Ему. Он примет наш Дух, и мы, глядя на Него, очищаем себя, очищаем себя, подобно тому, как Он чист. Посмотрите на христиан по всему лицу земли. Знаете, недавно я смотрел статистику, и мне всегда казалось, что на земле очень много атеистов, людей, которые вообще не верят Богу. может быть потому, что мы жили в этой атеистической проклятой стране, в которой отвергался Господь. Ну вот, недавно мне попалась такая статистика, что из 7 миллиардов живущих на земле 2,5 это люди, которые исповедуют Христа. 2,5 давайте на них посмотрим, все ли они верят в то, что они воскреснут со Христом. Братья и сестры, наша вера должна быть полной. Мы верим, что Он взял грехи, мы верим, что Он понес болезни, мы верим, что Он искупил нас от проклятия, но мы также верим, если Дух того, кто воскресил Христа из мертвых живет в нас, то Он воскресит и наши смертные тела. Мы умрем, умрем в немощи, но мы восстанем в силе. Мы умрем в позоре, может быть, но восстанем в славе. Бог воскресит наши мертвые тела. и Он даст им другую жизнь, жизнь у тлений. Полтора миллиарда мусульман, 950 миллионов индуистов, 470 миллионов буддистов и 460 миллионов других китайских традиционных религий. Сикхи, 24 миллиона иудеи, 15 миллионов приверженцы разных верований, 270 миллионов люди, которые знают, что есть Бог, но не считают себя религиозными, 660 миллионов и только 140 миллионов атеистов. Братья и сестры, в той или иной мере, по отношению к тем или иным богам, наш мир, он верит в Бога. Я говорю, наш мир верит в Бога. Есть только один Бог, чья могила пуста. Это наш Господь Иисус Христос, потому что Он был мертв, и Он воскрес, и Он в Своем теле воссел одесную Отца. Так как воскресла глава, воскреснет и все тело. Братья и сестры, я очень рад, что мы служим Иисусу, Который спасает, Который исцеляет, Который благословляет. И если бы не было Его тела, которым Он вознес наши грехи на древо, ранами Которого мы исцелились, если бы не было Его тела, оно бы не могло обнищать ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Если бы не было Его тела, бесы, бесы, кого они ищут? Они ищут тело, им нужны тела, но наше тело, оно принесено в жертву Богу, живую, угодную, для разумного служения. Прямо сейчас, там, где ты находишься возле телевизора, посвяти свое тело Господу, тело, которое Он дал тебе на этой земле и которое сто процентов будет обновлено и в этом обновленном теле, в котором мы будем проходить через стены, для нас не будет расстояния и высоты, которое не будет болеть, которое не будет позорным, в этом теле мы будем продолжать служить Богу. Что такое сейчас наше тело? Это семя. Как мы поем в этой песне «Возьми меня, как зерно, и посей». У каждого семени есть будущее, и я говорю, у тебя есть будущее, у тебя есть будущее в новом теле, когда ты ложишь семечку арбуза в землю, потом, осенью, ты видишь огромный, красивый, треснувший, с засохшим хвостиком, десятикилограммовый арбуз. Как чудо, чудо, ты посеял семя. Посей свою жизнь для Иисуса Христа. Отдай свое дело в жертву разумную для служения Господу. Давайте мы все поднимем свои руки и скажи, Господь, я отдаю свою жизнь для служения. Я отдаю свою жизнь для того, чтобы следовать за тобой, для того, чтобы делать твою работу, для того, чтобы исполнять твою волю. Дух Святой, моя жизнь принадлежит тебе. Моя судьба принадлежит тебе. Господь, я отдаю свое тело на служение Богу живому и истинам. Я приношу свое тело в жертву к Господу. Дух Святой, возьми меня, используй меня, работай через меня, исцеляй через меня, благословляй через меня, спасай людей через меня. Мой голос принадлежит тебе. Мои руки принадлежат тебе. Мои ноги принадлежат тебе. Мое сердце принадлежит тебе. Мой разум принадлежит тебе. Я отдаю свою жизнь тебе, Господь. Аллилуйя! Давайте поклоняться Богу! Слава! Слава! Аллилуйя! Поклоняйся Ему! Аллилуйя! Царь Небеш Завершилась Неберяйся Это Иисус В Своей Славе Царь Небеш Царь Небеш 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 Иисус В Своей Славе Царь Небеш Что Завершилась Жизнь Жизнь Слава! Жизнь Слава! Небеш Небеш Завершилась Жизнь Оттого Свет В Своей Царь Небеш Царь Небеш Совершилась жизнь отняла Снег разбита Небо, небо пометал Это любовь Это Иисус Это Иисус в своей славе За Небе, что за нас убит Совершилась жизнь отняла Смерть, смерть распита Небо, небо пометал Это Иисус в своей славе За Небе, что за нас убит Совершилась жизнь отняла Смерть, смерть распита Небо пометал Это Иисус в своей славе Славь Небе, что за нас убит Совершилась жизнь отняла Смерть распита Небо пометал Эй! Славь Его! Отдавай Ему свою жизнь! Эй! Жизнь отняла Иисус в своей славе Светлый славян За нас умер, совершилась жизнь оттолок. Смерть разбита, небо мальта. Это Иисус в своей славе. За небес, что за нас умер, совершилась жизнь оттолок. Смерть разбита, небо мальта. Его любовь, Его любовь для тебя. 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 Его любовь, Его любовь вечная. Его любовь для тебя. Его любовь, Его любовь для тебя. Это Иисус. Это Иисус в своей славе. Царь небес, что за нас умер. Совершилась жизнь оттолок. Смерть разбита, небо мальта. Петр, который наблюдал смерть Иисуса на кресте. Он сказал, он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его мы исцелились. Апостол Павел, он сказал, так и вы, братья мои и сестры мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да приносим плод Богу. Подними руки свои. Скажи Бог, я хочу принести тебе плод. Пожалуйста, все, кто нас смотрит, простите свои руки на эти нужные проблемы и давайте молиться. Дух Святой, мы верим в твою исцеляющую силу, исцеляющее помазание. Мы верим в помазание освобождения. И я говорю, всякий дух дьявола, вон из этих тел, всякий дух немощи, вон из этих тел, я провозглашаю исцеление, спасение, благословение и свободу. В каждую жизнь Иисус телом Своим вознес наши болезни на крест и ранами Его мы исцелились. Если ты не принимал еще Иисуса, закрой сейчас глаза и скажи вместе со мной, Иисус Христос, Я верю, что ты своим телом вознес мои грехи на древо и ранами. Твоими я исцелен. Я сердцем верую, что Христос воскрес из мертвых, а устами исповедую, что Иисус Христос, мой Господь, прости все мои грехи, омой меня, очисти, каюсь, принимаю твое прощение. И я говорю, Иисус, Ты мой Господь, спасибо Тебе. Господь, я благодарю Тебя, что все эти нужды и проблемы, они на Голгофском кресте. На Голгофском кресте. Спасибо Тебе. Иисус, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Дорогие братья и сестры. Христос воскрес. Слава Ему. Слава Ему. И если Дух Того, кто воскресил Христа из мертвых, живет в нас, то Он воскресит и наши смертные тела. Слава Ему.